Привет зрители, я обещала попить с тобой чай. Я его обозревала, возможно ты видела, возможно нет. Так как мне он достался с курсом сроком годности до 1 марта 24 года, то он уже не такой как на картинке, потому что мотя имеет свойство темнеть. Чем дольше она валяется, тем больше она теряет в цвете. Тут у нас зеленый чай с сахаром, но по ходу дела тут, по крайней мере, мне первый пакетик, который я пила, попался по вкусу, он был как с жасмином, а там был какой-то такой же зеленый чай с жасмином и с сахаром. Уж не знаю, правда или нет, все такие пакетики или один только попался, так-то написано грин мотя, мотя грин, точнее, энергетический напиток, бла-бла-бла. По образу и подобию, как сделано в Японии и Титая, сделано это у нас вообще во Вьетнаме. В Вьетнаме же, да? Да, Вьетнаме. Я несколько дней нормально не сплю, я сегодня вообще практически не в исполнике, а мне подружка приходила еще на обед. У меня то еще пятая-десятая, как обычно. Поэтому я зеваю. Но я думаю, сейчас исплю с вами этой моти и зевать, наверное, прекращу. Да, вот такой вот блеклый порошок. Какой сахар в составе в истории умалчивают? Кокосовый, пальмовый. Скорее всего, наверное, пальмовый, потому что во Вьетнаме, в Тайване там у них как-то пальмовый в ходу идет. Конечно, возможно, это и тресниковый сахар, но мне кажется, он все-таки либо пальмовый, либо кокосовый. Вот этот вообще как бы не отдает жасмину. Так как он сам по себе изначально уже с сахаром, то пить его, конечно, с чем-то еще сладким будет странно. У меня к чаю, к сожалению, либо к счастью, ни черта нету, кроме двух апельсинов и жмыха. В магазине я не ходила, магнит у нас на две недели закрыт на ремонт лестницы. Да, он жасмином, потому что я прям чувствую этот аромат жасмином. Я еще не писала в отдых на вайбере с вопросом, чуваки, что вы мне прислали? Перепутали коробочки или наполнение? Порошковый зеленый чай, порошковый сахар. Два в одном. Напиток чайный на основе зеленого чая. 150 грамм, два в одном. По 15 грамм штучка. 10 пакетиков. Фортуна у нас закрылась, а я как великий славопок узнала об этом уже спустя несколько дней. Есть еще мясной ряд, где вам могут продать пироженку под видом свежей, а на дне у нее будет слой зеленой плесени. Сама я что-то ничего пока не готовила, ни печенья. Из раненого жмойка и другого жмойка не вообще ничего. Но у меня есть там, в общем, как бы самопальная хорла на основе жмойка семечек. Даже не то, чтобы так вот конкретно такой жасмин чувствуется, но вот что-то цветочное. Не знаю, может у них какой-то особый сахар в этом Вьетнаме же изготавливают помимо пальмового, кокосового, тростникового или еще какого-нибудь. Ну вообще, люди, заварите себе зеленого чая жасмином, добавьте туда сахар. Примерно то же самое будет. Я это еще этим молоком разбавляла первый раз. Кстати, может разбавить молоком. У меня как раз немножко козьего еще есть. С того момента, как я ходила, частично пешком выдры. Если интересно, можете глянуть шорты. Там шла и снимала. В ту сторону шла 35, наверное, обратно за 22 минуты заскакала, потому что боялась, что опоздай на автобус. Нагруженная, как и шаг. Вот потом еще планирую туда съездить. Правда, в следу, в следующее придет мое день рождения. Автобус ходит по нечокным. А день рождения у меня 14 февраля. Думаю, надо размешать. Как-то я люблю зеленый чай с молоком пить и порошковый зеленый тоже. Порошковый зеленый, который в такой состоянии, что, ну, как вот этот, допустим, по свету, бледный, который только с молоком и можно пить. Потому что вселенская печаль изумрудного цвета матьи я давно не видела с момента, как приятен мне слепой не присылал в 18-ом, что ли, году. Или в 19-ом даже. Ну, в каком-то там году, 100 лет назад. Но с молоком оно даже как-то хорошо идет. Учитывая, что она уже не такого цвета, как надо, да и здесь-то она такая на пачке, бледно-зелененькая, то, в принципе, она, хотя вон тут вот тоже нарисована, даже с молоком можно делать, она не так бодрит, вот как могла бы бодрить матья, которая не изумрудная, но при этом более-менее зеленая. А потому можно было бы сейчас заварить еще и голубой, но я думаю, лучше синий чай сделать в отдельном ролике. Мне там пришел как бы парашю, чай, который я заказывала с опозданием на день, но у меня сегодня несколько таких дел, которые надо бы до конца дня сделать. И есть шанс, что я зайду на базу выдачи, увижу там знакомого человека, и кто кому по ушам ездить будет, не знаю, но есть шанс потерять приличное время. А потому я, пожалуй, еще пакетик сделаю. Для тех, кто смотрит своих утюгов, ну, маловик. Там был еще вариант, по-моему, как раз с жасмином. И поэтому я не стала брать жасмином, взяла именно вот такой, просто два в одном, уж с сахаром было, хрен с ним попробую. Но, видимо, конечно, можно, если еще не продал, то посмотреть, купить еще и с жасмином, чисто за сравнение, но учитывая, что он приходит за полтора-два месяца до искончания срока ботности, то, скорее всего, и тот придет такой же, и вряд ли он будет, ну, хотя бы более-менее зеленый. Да, кстати, спасибо, Ольга, за донат. Я могла бы что-нибудь поесть на каймере, но я сегодня пообедала с подругой, сейчас мне пока есть неохота. А так, из более-менее еды у меня ничего готового нету, но я планирую сделать... У меня есть рыбка, угостила меня чуть-чуть, сядет, вот это... Потрошенная, очищенная, надо было бы срезать, хвостики, плавники срезать, кошке отдать, а из рыбки сделать фарш в мясорубке электрической и потом уже сделать как редкий. Вот тогда, может, и поем на камеру. И уже, когда котлетки готовы будут. Вообще, рыбные котлетки сама ни разу еще не делала. Именно, что из фарша. С нуля, скажем так. Как говорят про мыло. С нуля. Ну, покупала котлетки рыбные и запекала их там, или жарила, уж не помню. Ну, уже готовые, как бы, покупала. Горичеваста. Я уже начинаю думать, может, это не жасмин, просто какой-нибудь сок сахара во Вьетнаме со вкусом жасмина. с отдаленно напоминающим вкус жасмина. Думаю, надо от молока допить. И сделаю я себе какое-нибудь на основе урбеча молоко. Кстати, у меня урбеч из бразильского ореха. Его надо бы как-то доесть. Где-то он полмегнул. А, вот он. Так вот, если можно, в принципе, из жмыха орешков или семян сделать молоко на основе жмыха. Либо соевое. Только сою отмочи сначала. И вообще, надо бы мне уже масло ждать. Потому что у меня есть немножко подсолнечного. Самая капля из ядер семян конопли. Хотя, может, и оно уже закончилось. Скорее всего, льняное. Самая капля осталась. И масло черного тмина. Которая можно в салат, но салата я сейчас не делаю. Хотя, давно собираюсь потереть морковку и сделать ее с чесночком. Грецким орехом. В общем, тут был урбеч из бразильского ореха. Мне еще есть прилично тоже, по-моему, немножко кефира. Ну, как ты знаешь, зритель, чай-то я тоже могу долго пить. Можно ли это назвать мунбангом? Я даже не знаю. Ну, такой слегка сладкий чай. Можно спокойно пить без никто. Хотя, у меня есть привычка пить много чая вообще без никто. Не обязательно сладкий изначально. Просто какой-нибудь чай. Улун, там, кудин еще. А нет. Кудин я крайне редко пить. Ну, в смысле, вот такие какие-нибудь элитные сорта китайского зерозого чая или просто чай какой-то. Не могу сказать наверняка, но, по-моему, он более-менее весь растворяется. Да, вот тут совсем чуть-чуть какие-то точки остались. Так вот, смотрите, можно сказать, что я и поел, и попил. Я надеюсь, ты проникся этим чаем. Артипул я оставлю в инфобоксе. Но если не проникся именно им, то можешь заказать какую-то любую зеленую, любую другую матью порошковый зеленый чай, добавить туда сахар. Или просто не геморриться, взять какой-то, заварить себе зеленый россиянский чай, либо китайский чай, либо любой другой зеленый чай. Добавить туда, по желанию, в один, два, три, четыре, пять кусочков сахара или ложечек. Залить это 90 градусов или прям 100 градусов водой горячей. Добавить туда молочка, если пьешь зеленый чай с молоком, промышать, и будет тебе счастье. Ну, а я все. Увидела, что у меня, возможно, какая-то еда сдала богам душу и сворачиваю лавочку, чтобы глянуть, что с этой едой. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Короче говоря, если хотите поддержать канал не монеткой, то можете просто поставить пальчик вверху и написать комментарий с каким-нибудь добрым сообщением. Я вам сердечко поставлю. Ну, я надеюсь, вы попили, вдохновились чаем, либо узнали что-то для себя новое. Решили, возможно, вот этот заказать, если он еще в наличии и продажа есть на Вайсберрис. Ну и пока!